Всем привет! Вы на канале Домоводство удовольствия и с вами снова я Елена. Сегодня я хочу показать, как я шила звезду охотника или Hunter Star. Такой блок можно использовать при пошиве стеганых одеял, подушек, дорожка на стол, коврик на рабочий стол или чехол для швейной машинки или вышивального станка. Я буду использовать раскроечные коврики, линейку, раскроечный нож, ножницы. Также вам понадобится швейная машинка, утюг, булавки. Вы можете использовать два больших оттенков ткани, зависит от того, какой рисунок вы выберете. Я буду использовать два оттенка ткани и это будет моя будущая рождественская подушка на диван. Я буду использовать американский хлопок, кремового оттенка и вот с таким рождественским принтом. Сейчас я отглажу ткани и приступлю к раскрою. Увидимся через минуту. Перед тем, как использовать любые ткани, их нужно обязательно постирать и сейчас я их вот отглаживаю и для того, чтобы мне было легче работать с тканью при раскрою, я использую вот такой спрей для подкрахмаливания тканей. Ткани не сыпятся, становятся такие как бумага и гораздо проще с ними работать. Наверняка у вас в хозяйственных магазинах есть что-то подобное, очень удобно, то есть вы хорошенько его взбалтываете, сбрызгиваете ткань и затем проглаживаете утюгом и ткань становится как бумага и очень легко с ней работать. Ткань подготовлена, отглажена, накрахмалена, вот она хорошо держит форму. Теперь я приступлю к раскрою. Мне понадобится два куска 10 на 10 нч или 25 на 25 сантиметров одного цвета и два куска точно такого же размера другого цвета. Приступаем. Теперь мне нужно вырезать 4 квадрата 25 на 25 сантиметров или 10 нч на 10 нч. Я новичок в лоскутном шельфье, поэтому я сначала все размечаю по линеечке, а уже потом вырезаю ножом. Я нанесла разметку сначала по двум сторонам и сейчас буду вырезать сначала по двум сторонам. У меня не очень удобный коврик, я буду стараться сделать очень аккуратно. Все четыре квадрата вырезаны и теперь я проверю чтобы углы были ровно 90 градусов вот по этой разметке на втором коврике, что у меня нет перекосов тканей. Это очень важно при раскрое. Следующий шаг надо разрезать каждый квадрат по диагонали. На коврике есть разметка вот линия 45 градусов. Я буду укладывать квадрат так, чтобы линия проходила ровно по диагонали, наносить разметку и разрезать. Моя линейка не очень длинная, поэтому мне приходится делать в два захода. Сначала я выравниваю линейку по линии с этой стороны и наношу разметку, затем выравниваю с этой стороны и наношу разметку также. Все, наш квадрат размечен, теперь я буду его разрезать. Все квадраты разрезаны на треугольники и следующий шаг это каждый треугольник нужно будет разрезать на 4 части. Сейчас я вам покажу как это сделать. Для этого большой треугольник выкладываем линии по диагонали вдоль горизонтальной линии на коврике, хорошо выравниваем и отмеряем два с половиной нч или 5 сантиметров от нижней линии и прокладываем карандашом отметку или отрезаем сразу, кому как удобнее. Теперь нам нужно разрезать эти две детали. Вот я выкладываю линии вот так вот на коврик, прикладываю линейку и отрезаю ножом. Для этого вот эту деталь вот этим краем выкладываем вдоль вертикальной линии, выравниваем, отмеряем два с половиной нч или 5 сантиметров и отрезаем. У нас получается вот такой ромб. Следующее мы опять выравниваем вдоль вертикальной линии, отмеряем два с половиной нч или 5 сантиметров и отрезаем. Вот так у нас получилось треугольник, трапеция и два ромба. Все детали раскроены и теперь мы приступаем к сборке блоков. Одна звезда охотника состоит из четырех блоков. Для этого мы берем трапецию одного цвета, подсоединяем с трапецией контрастного цвета, ромбы располагаем с контрастным цветом и подсоединяем треугольники. И вот наш первый блок звезды охотника готов. Сшивается это все в таком порядке. К трапеции пришиваются сначала ромбы, ко второй трапеции пришиваются ромбы, отглаживаются, затем пришиваются треугольники, отглаживаются и затем эти два элемента сшиваются в готовый блок. Ну что, приступаем! Сшиваем первую деталь. Это будет трапеция и два ромба. Выкладываем так, как это будет выглядеть в готовом виде. Затем ромбы лицом к лицу прикладываем к трапеции, и оставляя вот это вот расстояние, это будет припуск на швы. Это очень важно, потому что если пришить прямо от самого края, вот скажем, прямо отсюда вот, при выворачивании у вас не будет прямой линии. Поэтому это очень важно, чтобы оставлять вот эти уголки, выходят ровно на расстояние, равное припуску на швы. Еще раз говорю, что вот здесь вы будете прокладывать строчку, оставляя 0,5 или 0,6 сантиметра на припуск. Все выравниваете, чтобы все было аккуратно. Вот наш первый элемент пришит. Наш элемент готов. Выглядит он вот так. И как вы видите, вот уголки, про которые я говорила, они для того, чтобы при выворачивании у вас получилась ровная линия, когда вы будете выворачивать и отглаживать. Теперь я буду сшивать все остальные элементы. Поступать буду точно так же. То есть выкладываете трапецию к ней, прикладываете ромбы, находите, как это будет выглядеть в готовом виде, затем прикладываете лицо к лицу и сшиваете. Вот по этим линиям. Вот по этим линиям сшиваете. Увидимся через минуту. Все трапеции с ромбами сшиты. И теперь их надо очень хорошо отгладить. Очень важный элемент, куда будут заглаживаться швы. Я вам покажу на примере. Значит, вот так будут выглядеть наши две трапеции уже в готовом виде. Теперь, если мы их перевернем наизнанку, вы видите, что у одной трапеции швы заглаживаются вот от центра, вот так, а у второй к центру. Это важно для того, что когда вы потом будете сшивать эти два элемента, в местах стыка, не было утолщения. Это очень важно. Еще один момент, о котором мы говорили, что когда, что это было очень важно при сшивании, начинать не от уголочка, а оставлять припуск на швы. Потому что вот здесь вы видите, когда мы разгладили, у нас получилась ровная прямая линия. Следующий шаг. Мы будем сшивать уже готовый элемент с треугольником. Для этого найдем середину, середину треугольника и пришьем лицо к лицу. Вот по этой линии. Увидимся через минуту. Итак, наши элементы готовы. То есть каждый из этих элементов состоит из треугольника, трапеции и двух ромбов. Теперь мы будем их соединять в блок. Для этого складываем эти два элемента лицом к лицу, выравниваем по диагонали, выравниваем по стыкам. Можно закрепить вот здесь булавочками и прошиваем, сохраняя припуск на шов. Вот по этой диагонали. Все четыре блока сшиты и теперь мы будем собирать зелезду охотника. Я буду собирать традиционную, классическую. Это будет выглядеть вот так. и так, 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 так и. Вот это классическая звезда охотника. Вы можете поиграться и выбрать любой другой дизайн, который вам понравится. Например, соединить квадраты белый с белым. Это будет выглядеть вот так. Вы можете соединить, например, вот так. Это может выглядеть вот так. То есть тут, как вам фантазия подскажет. А я иду сшивать. Встретимся через минуту. У меня готовы две полосы из двух блоков каждая. Теперь я буду собирать уже звезду. Складываем две полосы лицо к лицу. Выравниваем по середине, по центральному соединению. Также смотрим, чтобы соединились вот здесь ромбы. И прошиваем вот по этой стороне. Моя звезда охотника готова. Я очень довольна результатом. Уголочки все остренькие, сошлись на стыках. Центр очень выглядит хорошо. Наизнанке я хочу вам показать. Замочек раскрылся. Это было важно. Для этого нужно было, чтобы центральные швы были заглажены против часовой стрелки. Теперь будет процесс оформления в подушку, стягать. Я вам обязательно покажу результат, который у меня получился. Я буквально два слова хочу сказать о тканях. Значит, вот эту ткань я покупала в магазине, это американский хлопок, 22 доллара за метр. У нас есть такие магазины, по-русски они называются секонд-хенд, несколько разных видов в Канаде. Так вот, там иногда можно купить обрезки новой ткани. Они получают ее из разных магазинов, каких-то проектов. И вот такой большой мешок, вот столько ткани. Там было еще больше, я уже использовала часть. В общем, тут ткань от метр тридцать, полтора, даже метр восемьдесят. И я за него заплатила, за эту новую ткань, такой огромный мешок, всего полтора доллара. В общем, это просто подарок для рукодельниц. Еще я купила этот раз вот такое прекрасное кружево, хлопчатобумажное, здесь пять метров. И я за этот рулон заплатила всего три пятьдесят канадских доллара. В общем, такие магазины, это просто клондайк для рукодельниц, потому что там можно купить очень часто. Очень хорошие вещи, иногда ткани, которые ты уже не можешь в магазине найти, а там можно найти хорошие кусочки. Надо просто иногда заезжать туда время от времени. Я надеюсь, что вам понравилось сегодняшнее мое видео. Я уже говорила, что я новичок в плоскутном шитье. Мне очень нравится делиться своими впечатлениями. Заходите к нам на канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!